и снова привет с вами Олег Будвин сейчас мы проходим мануальную терапию и изучаем скрутки поясницы мы там уже несколько разобрали и вот одна из основных как бы самая мощная это вот 5 6 вариант отличается тем что угол поворота бедра относительно корпуса тела если 90 градусов то это будет воздействие на 3 4 5 1 позвонки на ппс сустав и на кпс сустав а если мы угол меняем да то можем через ребра давить уже на грунтопоясничный переход еще продемонстрирую поворачиваюсь камней спиной вот эту ногу по первым углом руку вытаскиваем из-под себя дохода могут от вас придерживая чтобы угол не менялся это нужно напрямую и чуть больше чем оси позвоночника да чуть дальше загибается предупреждаем чтобы он держался за стол не предупредите он не будет держаться эту руку отставляем голову сюда и усиливаем тем что глаза смотрят на свой палец ну да ставь себе лайк и смотря на него вот сами захватываем человека по диагонали получается да и здесь в уголок нижний подвздошной кости вы желательно подсели прям палец снизу да чтобы нам подкинуть таз и по диагонали вот туда рукой и соответственно предположим сторону у нас получается диагональное раскручивание с декомпрессией и толкнули не удалось например да чувствуете слабость можете немножко ногу туда закинуть подальше чтобы она провисла висит 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 ногу туда под собственным весом и уже в тазовую кость повыше да спустили и толкнули вот соответственно будет щелчок вот здесь ППС КПС ну чтобы вы понимали суставы пояснить ППС поясничный подвздошный вот это да КПС крестцово-подвздошный ну по сути С1 и подвздошная кость вот этот будет щелчок и возможно повернется L5 L4 L3 возможно они довернутся в ту сторону соответственно при сколиозе вот они повернуты были L5 L4 L3 в левую сторону человека да нам не надо будет тоже сам прием повторять в противоположную сторону только надо в одну сторону его сделать ну и грудной переход да немножко ногу туда выпрямляем вот и кладем уже руку не так а через ребра вот через да ты ничего не делай через ребра на они будут воздействовать как раз на 10 грудной восьмой девятый позвонок примерно вот так вот да а здесь уже можно поскольку нас грудная критка интересует можно в бедро вообще упереться вот такое движение противоположную сторону с декомпрессией некоторые обратите внимание дело с компрессией то есть вот так вот неприятно это неприятно да может тоже щелкнуть ну как бы это неправильно лучше с компрессией вот на растяжение это более безопасно чем вот так вот да так ну теперь ложись на живот отдельный момент рассмотрим это у нас уже вот десятый вариант когда у нас сколиоз получается правосторонний в поясничном области области да тогда мы будем толкать в противоположную сторону а рычагом за ноги да растягивать поясницу с этой стороны видите как развернут у нас крестец даже кости даже нарисую то есть они вот так развернут а здесь соответственно будут вот так развернут то есть у нас один принцип да если что-то там скривилась в эту сторону толкаем в противоположную и специально говорю лево-право да с той стороны растягиваем как и подготавливаем место для вхождения позвонка обратно в обратную сторону значит вот яночки да это соответственно сюда крепится крестец вот здесь подготавливаем кость и у нас например вот сюда в нашу сторону идут искажения да здесь соответственно по принципу компенсации будут противоположную сторону уходить ну тут например утромляется позвоночник ассисты отростки прощупали начнем логично что делать здесь за тазу кость растягиваем туда и толкаем конкретно в позвонки вот сюда и соответственно наоборот будем за ребра и за таз растаскивать туда и вот сюда а толкать туда так мы можем сфотографировать эту схему вот значит вот начинаем с этой области тут значит мы растягиваем тогда кладем человека на этот бок поворачивайся на правый бок сначала одну ногу вперед да это может просто лежать углаживаться чтобы стало касалось просто отдыхал значит для начала мы можем ногу поднять да и через ногу прощупать сам крестец ты не держи ногу не держи она висит 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 вот как она там замыкается до поясничная связка вот пояснично подвздошная да вот прям щупаем все позвонки можем прощупать сверху над позвонками снизу над позвонками до вращаем ногу и как бы ощущаем где-то блок где-то повернут позвонок будет где-то слишком большая мобильность где-то меньше мобильность если могу так тяжело держать можете вот себе его в живот упереть вот если много тяжело таким образом прощупали проверили вот так вот мы как бы замыкаем пояснично подвздошный сустав итак размыкаем его вот ну и теперь это как бы у вас и тест и массаж одновременно да теперь сам прием веками вместе вот будет чем тоже ровно на боку лежать спина прямая и соответственно вот эту область да мы упираемся тенором большого пальца ну или запястьем смотрите чем вам удобнее да и смог делаем рычаг посмотрите раз вы же видите каким углом лежит таз и мы усиливаем а скачали теперь с коленами придерживаем если это слабо да может даже с интернет помогать коленом подкидывать и вверх то есть одна рука у нас всегда рычажная плечо делает из руки либо из тела человека а вторая толчковая так там даже куда у нас идет вниз будем растягивать здесь поза такая же то есть вы понимаете да что работаем несимметрично потому что послужу сторону толкать не нам и под эту область подкладываем подушку подрек получается это рука неважно может отлежать эту эту руку в кулак сжимай управляем ну если кулачок маленький да можно дать пусим палочку вот такой молоток например да чтобы вот так вот держи горизонтально чтобы цепиться держи держи ногами получать видите растягиваем вот а ребра и тасс тоже туда подготовили человека потянули молоток у нас не для битья а как палочки для вытяжения и тебе смотрите ныряем под руку да вот берем за позвонки усы двумя застись руками застисти да там застись ты здесь в тазовую кость два приема в две стороны растяжение вот сюда вот мы их раз раз подтолкнуть да и на растяжение в обратную сторону раз раз подтолкнуть вот так вот чувствуется застисти статус застисти поддеваем остись от русским то есть наши движения так и вот так вот движение то есть на декомпрессию и подбили их вверх вот на этом видео урок заканчивается А лучше подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие полезные видео уроки. Да-да-да, ставьте на лайки, вот там подсказочка. И лучше вам быть здесь, чтобы отработать все на живой натуре и выйти отсюда готовым специалистом. В путь, в дорогу, в действия, в массы.